Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. Всемирная организация здравоохранения учредила специальный день, посвященный охране здоровья уха. Ежегодно он отмечается как раз сегодня, 3 марта. В студию мы пригласили врача-сурдолога от Арина Ларинголога, Якутской республиканской больницы номер 2, Центра экстренной медицинской помощи, кандидата медицинских наук Федора Михайловича Тирютина. Здравствуйте, Федор Михайлович. Предполагается, что в этот день все медицинские организации должны проводить мероприятия, которые направлены на то, чтобы повышать осведомленность населения о возможных проблемах, связанных с лохом, соответственно, со слухом. Скажите, пожалуйста, а вот тугоухость – это действительно достаточно распространенное заболевание. Каковы его причины? Действительно, как Вы правильно заметили, тугоухость является очень большой проблемой, актуальной проблемой. Как известно, в мире каждый четвёртый человек после 45 лет имеет уже проблемы со слухом. А после 80 лет уже каждый второй человек на планете уже имеет определённые проблемы со слухом. Тугоухость бывает врождённой и бывает приобретённой. В мире также считается, что частота рождения глухих детей очень высокая. Известно, что в некоторых странах каждый тысячный ребёнок рождается глухим, с врождённой глухотой. По некоторым данным, каждый 600-й ребёнок на планете рождается уже глухим. Это, конечно, очень эпидемиологически считаются очень большие показатели. Один из самых распространённых сенсорных нарушений человека считается. Фёдор Михайлович, а как определить, какого характера тугоухость? Это генетическая или она всё-таки приобретённая? Это обязательно должны быть родители слабослышащие или это не обязательно? Это совершенно не обязательно. К тугоухости считается, что приводит много факторов. Это, во-первых, генетический фактор, как Вы заметили. Не обязательно, чтобы родители были тугоухими, слабослышащими людьми. У совершенно здоровых молодых родителей. Это по сравнению, скажем, с другими регионами. Это по сравнению с другими регионами самая высокая частота считается. А чего так? Почему у нас так? Потому что у нас Якутия, Восточная Сибирь является изолятом. А здесь, значит, вступают силы законов генетики. У нас есть, как наши учёные доказали, мы все произошли практически от одного предка. И в условиях якутского изолята, частота национальных каких-то культурных обычаев. Тугоухость, наследственные гены, они достаточно много накопились в нашей популяции, среди нашего населения. Частота носительства вот этой мутации среди нормально слышащих людей достигает 13%. Естественно, при таких условиях вероятность того, что встретятся два человека с носительством данной мутации, встретятся, заведут семью, вступят в брак и родят ребёнка. Это достаточно высокое. При таких условиях 25% вероятность того, что у этой пары родится глухой ребёнок. Но это вот наследственные причины. Есть ещё приобретённая туговость, да, которая также имеет множество причин. Это соматические заболевания. Это такие заболевания, как сердечно-сосудистая система, да, повышенное артериальное давление, склонность к тромбозам, инсульты, атеросклероз сосудов. Все эти вот заболевания, они очень резко повышают риск развития туговухости. Сахарный диабет, вот эндокринные заболевания, да, ожирение также приводит к туговухости со временем. Вот. Вот. И внешние факторы. Это неконтролируемый приём антибактериальных препаратов, мочегонных препаратов, да. У нас очень много лекарств, которые имеют побочное действие, как поражение слухового нерва, да. Вот. И среди внешних факторов это шум. Производственный шум, городской шум, шум от прослушивания музыки, да. Вот. Множество факторов действует на орган слуха негативно. Вот. Действительно, у медиков вызывает же всё большее беспокойство, да, растущий уровень воздействия, вот как раз громких звуков, скажем, в развлекательных, спортивных учреждениях. Опять-таки, это вот современные гаджеты молодёжи у нас постоянно. Вот мы наблюдаем в наушниках, музыка там достаточно громко. Это ведь тоже как-то воздействует, да, на слух? Совершенно верно. В цивилизованных странах даже на государственном уровне всё это контролируется. Потому что, напомню, что эпидемиология имеет достаточно высокие показатели, да. Поэтому на государственном уровне в некоторых странах европейских издаются специальные законы, которые обязывают организаторов таких мероприятий уведомлять об уровне звука, который подаётся в зал, допустим, да. Производители современных гаджетов, они тоже всегда вкладывают изначально в программу уже, вы, наверное, тоже заметили, что дальнейшее повышение уровня звука в наушниках может повредить, негативно отразиться на ваше состояние, вашего слуха. Вот. В нашей стране с этим боремся как? Мы проводим, допустим, профилактические осмотры. Как среди молодёжи, среди населения, да, и среди работающих людей во вредных условиях труда. Скажите, вот на каком этапе можно у ребёнка выявить проблемы, связанные со слухом? Это очень хороший вопрос. На самом-то деле я хочу обратить внимание родителей и учителей, да, воспитателей. Хочу обратить внимание, что в 60% случаев эксудативный средний отит, который является самой частой причиной туговухости, протекает бессимптомно. То есть это не обязательно, чтобы ребёнок от боли катался, плакал, да, там, показывал на ушко, как традиционно считают. А на самом-то деле просто незаметно, тихо. Ребёнок ведёт совершенно тихо себя, да, и потихонечку начинаются какие-то проблемы. Мама зовёт ребёнка из другой комнаты, ребёнок не слышит, да, там, учитель потом замечает, что ребёнок на вопросы реагирует не совсем, скажем так, правильно, да. Вот если родители и учителя вот заметили такое поведение ребёнка, то необходимо сразу обратиться за консультацией специалистам, сурдологам, сурдологам, сурдологам. И только с помощью вот каких-то аппаратного исследования, да, консультаций к специалистам можно выявить эту проблему на ранней стадии и принять меры. Действительно, тут родителям нужно быть очень внимательным, потому что некоторые, наверное, считают, ребёнок не отзывается, но он просто увлечён своей игрой, не хочет он слышать, вот он и не откликается. На самом деле тут возникают уже на первых стадиях как раз проблемы со слухом. Да. И если упустить это время, то у ребёнка уже разовьётся стойкая тугоухость. А на начальном этапе мы можем уже излечить ребёнка от этой болезни. А вот есть такое мнение, что тугоухость не лечится вот среди, ну, граждан, да? Это же миф, это неправда? Ну, да, практически, скажем так, есть вот от вида тугоухости, да? Допустим, тугоухость, если развёлась при средних отитах и считается кондуктивной тугоухостью, да, то на самом-то деле это очень хорошо поддаётся лечению. В наших условиях, в условиях Республики Саха-Якутия, в условиях на базе Республиканской больницы номер 2, уже давно успешно проводятся реконструктивные операции. Если причина тугоухости кроется в патологии барабанной перепонки, слуховых косточек, то мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь, оперативное лечение от тимпанопластика и стопедопластика. То есть мы можем восстановить барабанную перепонку, закрыть дефекты, и тогда проводимость будет лучше, слух немножко улучшится. А если слуховые косточки заменить на титановые протезы, стопедопластика называется операция, да, то однозначно тоже слух улучшается. То есть однозначно только оперативное вмешательство? А в случае кондуктивной тугоухости, да, оперативное вмешательство. А в случае сенсоневральной тугоухости, когда поражён слуховой нерв, более тонкая структура, да, то здесь мы, как правило, говорим, тугоухость – это не приговор. В принципе, можно компенсировать эту тугоухость. То есть если это приобретённая сенсоневральная тугоухость, то можно поставить слуховой аппарат, хорошо подобрать, провести адекватные занятия с ребёнком, тогда ребёнок, ну и взрослый человек, конечно, будут совершенно хорошо себя чувствовать среди кружающих, да, в среде. А если это врождённая тугоухость, то опять-таки это не приговор. На сегодняшний день в мире успешно делаются два вида операций при этих случаях. Это кахлеанная имплантация и столомозговая имплантация. То есть если даже вот слуховой нерв не работает, то мы с помощью электрических импульсов, введённой электродной решётки, да, практически восстанавливаем слух. Ребёнок слышит даже шорохи. А если поражён слуховой нерв, какая-то аномалия, да, слухового нерва нет, то делается имплантация в сам мозг, ствол мозга. И вот такие сложные операции у нас в республике делают на сегодняшний день? В настоящее время, в самое-самое ближайшее время Министерство здравоохранения республики Саха-Якутия планирует начать внедрение таких операций в условиях нашей республики. На базе республиканской больницы номер один будут проводиться операции детям, а на базе республиканской больницы номер два такие операции будут проводиться взрослым, которые внезапно или постепенно потеряли слух. То есть тугоухость – это не приговор, всё лечится. Тем более, что все разделы медицины сейчас очень бурно развиваются, и также и наука, которая занимается слухом, тоже так же идёт вперёд. Спасибо и благодарю вас за это интервью. Ещё раз напомню, что гостем в студии был врач-сурдолог Катарина Ларингола, Кикутской городской больницы номер два, Центра экстренной медицинской помощи Фёдор Михайлович Терютин. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин